Потеряв в войне с фашизмом треть населения, Беларусь возродилась из пепла и свято бережет мир и согласие в обществе, стремится обеспечить благополучие народа и стабильное развитие государства. За годы суверенного существования наша страна с честью выполнила те цели тысячелетия, которые связаны с ликвидацией голода и нищеты, достижением стопроцентной грамотности населения, равенства мужчин и женщин, социально-политической стабильности, с недопущением дискриминации по национальным религиозным признакам. У нас нет материнской смертности, детская смертность самая низкая в мире. Именно это и есть демократия, а не то, что пытаются насадить нам наши западные учителя. К сожалению, этого нельзя сказать о нашей планете в целом. Мир пришел к саммиту, к сожалению, разобщенным, разделенным, как никогда за последние три десятилетия. Планету сотрясают многочисленные вооруженные конфликты, террористические акты. Печально то, что рост глобальных угроз не находит адекватного ответа. Нам до сих пор не удалось восстановить тот баланс сил, который был утерян с распадом Советского Союза. Нет баланса сил, нет мира и нет стабильности. Это системный кризис. В любой системе сила, если она является единственной, действует бесконтрольно, стремится только к своему процветанию и решению проблем за счет других. Политика гегемонизма, национального эгоизма приводит к широкому использованию давления, санкций, ограничений и военным акциям. Как результат, мы теряем доверие друг к другу. Примеры открытого политического хамства, лжи и преступлений против человечности на поверхности. Давайте вспомним недавние факты. Под предлогом наличия ядерного оружия в Ираке, известные государства решили демократизировать Ирак. И где это ядерное оружие? Где демократия в Ираке? Зачем убили президента Ирака? Где вообще эта страна и какое будущее иракского народа на территории этого государства стало людям жить лучше? Нет. Вы, виновные, скажете, что ошиблись. Надо бы остановиться. Но опять же нет. Пошли дальше. Начали с Туниса и закончили Ливией. Сценарий тот же. Распяли президента Каддафи, уничтожив государство. В Ливии стало лучше? Нет. И где это Ливия вообще, как целостное государство? Господа, может быть, хватит? Нет. Рванули в Сирию. Спрашивается, зачем? Зачем убиваете людей? Зачем свергаете действующего президента? Чем он вам не угодил? Более того, бойней в этой стране вы стираете первые следы нашей с вами цивилизации. Скажите мировому сообществу, чего вы хотите и к чему вы стремитесь. Как раз случай с этой трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Украинский кризис. Если не остановим кровопролитие в Европе, братоубийственную бойню, допустим, эскалацию этого конфликта, жарко будет всему цивилизованному миру. Простите меня. Сегодня сделаем еще один шаг к глобальному конфликту, а возможно, к новой мировой войне, уже в центре цивилизованного и продвинутого мира. Неужели, вступив в новые тысячелетия, мы так и не поняли, как хрупок мир и человеческая цивилизация? Я это сказал не для того, чтобы перечислить известные события, а чтобы сильных мира сего подвести к одной мысли. Понятно. Сегодня нет той силы, которая бы вас остановила. Но ведь главы государств, совершающих кощунство, все верующие, даже многие публично молятся. Но Господь же видит все. И Он справедлив. А если разозлится и накажет виновных вас, ваши народы, которые пострадают безвинно за ваши авантюры? Думаю, надо остановиться. Надо помочь людям бедных стран одеться, вылечиться, получить образование. Накормите голодных, спасите от гибели детей, и вам воздастся. Но взаимное отчуждение характерно не только для крупных стран. У многих даже нет желания понять традиции, культуру, убеждения других народов. Очевидно, что восстановление баланса – это долгий путь к многополярному миру. Мы приблизимся к этой цели, если будем действовать, а не пассивно выжидать. Необходимо на деле признать, что мы все разные, и что каждый народ, каждая страна имеет право на выбор своего пути развития. Именно в нашем многообразии – залог общего прогресса и успеха каждого. Такой подход позволит восстановить доверие в нашей международной жизни. Но для этого необходимо встречаться и вести диалог, договариваться, находить возможность конструктивного взаимодействия, а договорившись – действовать. История учит тому, что любое государство, претендующее на единоличное лидерство, без оглядки на интересы других, в конечном итоге обречено само на провал и гибель. Всякое преимущество за счет кого-то недолговечно и ущербно. Не зря народная мудрость гласит – счастье на чужой беде не построишь. Современный мир испытывает кризис ответственности, потому что эгоистические интересы, сиюминутные выгоды главенствуют при принятии многих решений. Действия ряда государств на международной арене часто не учитывают конкретную реальность и особенности других стран и обществ. Уверен, будь по-другому, не было бы сотен тысяч людских жертв в Ираке, Ливии, Сирии и других странах, откуда хлынули потоки беженцев, спасающихся от войны. Не допустили бы появление исламского государства, не было бы вспышек терроризма в Европе и гражданской войны в Украине. Список этих не было бы, можно продолжать долго. И это важно сегодня об этом говорить, потому что в этих государствах эти народы не поймут нас, когда мы будем говорить и говорим сегодня о развитии. Потому что миллионам и миллиардам людей сегодня в мире недоразвитие, им бы с утра до вечера дожить. Сегодня нужны ответственные политики, способные действовать глобально, стратегически, готовые принимать решения в интересах всего мирового сообщества, идти на компромисс ради общего блага. Господин председатель, находясь в организации объединенных наций, не могу не затронуть кризис международных структур. В целом возникает ощущение, что их роль в последнее время сводится к тому, чтобы быть местом споров между государствами, а зачастую и средством давления на отдельные страны, которые чем-то не угодили сильным мира сего. Посмотрите на огромное количество резолюций, принимаемых в ООН. Но разве голосование по ним влияет на разрешение конфликтов? Разве оно служит консолидацией мирового сообщества? Разве эти резолюции улучшают жизнь народов? Давайте честно скажем, не улучшают. Проголосовали и разделились на наших и ваших. В итоге еще больше недоверия и разобщенности. Глубоко убежден, что ООН не должна использоваться для демонстрации чьей-то силы. Это ослабляет организацию, разрушает доверие к ней, противоречит самой ее природе и предназначению. Неудивительно, что традиционные международные структуры играют недостаточную роль как в предотвращении, так и в урегулировании конфликтов. Надо положить конец этой порочной практике. ООН должна быть форумом сотрудничества, а не конфронтации государств. Только взаимопонимание и ответственность, осознание многообразия мирового сообщества, восстановление доверия помогут всем нам объединиться, обеспечить мир и безопасность, найти эффективные ответы на глобальные вызовы и угрозы. Практическим результатом наших усилий станет устойчивое развитие всех государств и повышение нашей организации объединенной нации, ее роли в мировой политике. Благодарю за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.